Всем привет! Сегодня хочу снять небольшой ролик по поводу часов Galaxy Watch 4, в моем случае это пластик. Ролик подойдет под любые Galaxy Watch, а именно об определенной проблеме будем говорить. Проблема у нас заключается в наличии циферблатов, особенно в России или в Белоруссии. Значит, в чем суть? У нас есть Galaxy V-A-Rable, сами часы, еще расскажу четвертое. А VR. Не суть. Значит, проблема в чем? Циферблатов у нас не очень много бесплатных, соответственно, если мы хотим какие-то циферблаты еще найти, приобрести, то сталкиваемся с определенными проблемами, потому что Google в России заблокировал оплату, и поэтому мы не можем приобрести необходимые нам циферблаты. либо же оплатить подписку, и из-за этого у нас ограниченное количество циферблатов на часы. Очень мало, так скажем. Выход есть, о нем как раз в этом ролике и хочу рассказать. А вот как раз и пример. Если вы решили приобрести какие-то циферблаты, то вы этого сделать не можете, потому что Google Pay посылает вас в задницу, грубо говоря. Но это для нас не является проблемой, потому что сейчас я вам покажу, где можно взять кучу циферблатов, ну а также как их установить. Они, соответственно, будут сторонние, не из Google Pay, и мы с вами будем их устанавливать хакерским способом. Значит, нам понадобятся сами часы Galaxy Watch 4, затем нам понадобится интернет-соединение, в котором будут у нас находиться часы, и ваш компьютер, кстати, компьютер тоже нужен будет для соединения в одной сети. То есть это может быть общественная сеть Wi-Fi, если вы подключаетесь к ней, либо же, как у меня, это наличие роутера. У меня часы будут подключены к роутеру, и компьютер, соответственно, тоже к нему. Как подключить часы по Wi-Fi? Это можно сделать очень просто при наличии смартфона. К любой сети, которую вы подключили через смартфон с помощью Wi-Fi, дублируется подключение и на часы. Даже если вы потом Bluetooth смартфона отключите от часов, все равно часы будут подключаться к этой сети. Значит, еще раз, одно из правил. Должна быть сеть одна. Оба устройства должны находиться в одной сети. У меня это роутер, соответственно, часы и компьютер находятся в одной сети. Это важно. Можно ли делать это по Wi-Fi? Пробуйте, я думаю, можно. Сеть может быть любая. Главное, чтобы она была одна. Не разная сеть, иначе у вас ничего не получится. Значит, раз я уже заговорил про Wi-Fi, переходим к часы, открываем функцию Wi-Fi, включаем Wi-Fi, и через некоторое время он должен подключиться к вашей сети. Еще раз говорю, смартфон, если вы подключали к сети, то часы сделают это автоматически. Никаких дополнительных паролей вводить не надо. Так, теперь время настроить наши часы. Так, нам понадобятся настройки. В настройках листаем в самый низ, находим пункт о Galaxy Watch. Дальше листаем вниз, находим сведения о ПО. На версии ПО несколько раз нажимаем, пока не включится режим разработчика. Включен режим разработчика. Переходим назад, еще раз назад, в самый низ, параметры разработчика. Заходим туда. Находим здесь отладка ADB, включаем ее. Соглашаемся. Далее отладка по Wi-Fi включаем. У меня уже включено, потому что я это делал. И здесь у нас будет написано IP-адрес и порт. Он нам позже понадобится. Далее давайте перейдем к компьютеру и посмотрим, что нам нужно из программного обеспечения. Во-первых, нам понадобится приложение ADB. Ссылочку на данную программу я оставлю в описании, так что можете переходить, качать. Все необходимое будет в описании, еще раз. Скачиваем приложение ADB. Создаем на рабочем столе папку ADB латинскими буквами. Ничего лишнего писать не нужно, просто ADB. И, соответственно, из нашего архива все распаковываем в папку ADB. Итак, часы настроены. Приложение есть. Далее нам понадобится текстовый файл. Здесь все подсказки я уже написал. Вы можете также скачать его в описании. Я сделаю один архивчик. Там будут все эти файлики. Вам необходимы и программы, и текстовый файл, и все, что вам нужно. А также некоторые приложения циферблатов. Я здесь уже закинул в папку. Что, кстати, нужно будет сделать и вам. Сейчас скажу, где я брал эти циферблаты, для того, чтобы продолжить нашу инструкцию. Вы можете находить их вообще в любом месте в интернете. То есть приложение APK. И приложение с циферблатами. В свободном доступе их много. Я покажу, где я их брал. Итак, циферблаты я брал на сайте 4PDA. Очень удобный сайт. Здесь огромное количество циферблатов выложили пользователи. Можете листать, искать, смотреть. Здесь я себе нашел несколько подходящих, очень красивых. В Play Market бесплатно, кстати, их будет найти очень сложно. Или вовсе вы их найти не сможете. Вот вам как бы и смысл всего этого действия. Находите необходимый циферблат. Скачивайте для себя. Необходимо быть зарегистрированным на сайте 4PDA на форуме. Иначе вы не сможете скачать. Но это там секундное дело. Если как бы захотите циферблат, я думаю, зарегистрироваться у вас не составит проблем. В общем, скачивайте отсюда циферблаты необходимые. Далее, что нужно сделать для упрощения всего действия. Нам нужно переименовать циферблат в более короткое название. Жмем переименовать. Давайте назовем вот так вот из трех букв. DTPK. Переносим в папку ADB в корень. Запомнили DTPK, да? Теперь переходим в папку ADB. Открываем ее. Здесь в адресной строке, не в поисковой, а в адресной, пишем KMD, то есть командная строка, и нажимаем Enter. Из этой папки должна у нас запуститься командная строка. Видите? Users Here Desktop ADB. То есть именно из этой папки, именно из адресной строки пишем CMD, то есть командная строка, и Enter нажимаем. Попадаем сюда. Далее нам нужно будет соединиться с часами, и плюс ввести некоторые команды для установки этих приложений. Для этого открываем подготовленный файл. Так, здесь я для вас написал описание, что нужно делать. Вкратце. У нас сейчас с вами получается четвертый этап. Копируем команду EDB Connect. Пишем ее в командную строку. А дальше нам необходимо с часов написать IP адрес и порт. Итак, я вам показывал, где взять IP адрес и порт. Берете именно этот IP адрес и IP порт, вписываете в компьютер. И нажимаете Enter. Итак, часы должны соединиться с компьютером. На часах у вас выделить это оповещение. Разрешить ли приложению ADB соединение с часами разрешаете. После того, как вы на часах разрешили соединение с приложением ADB, нам понадобится команда для установки файлов. Напомню, что именно файл APK мы уже закинули в папку ADB, в корень. Никаких других папок создавать не нужно. Далее переходим к следующей команде. Это у нас вот это вот, ADB S. Также вводите IP ваших часов, потом Install, и затем имя вашего файла для установки. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот как-то так будет выглядеть команда. Нажимаем теперь Enter. После чего должна начаться установка. Продлится некоторое время, вы должны увидеть слово SECES. Это значит, что успешно установлено. Вот то, что нам нужно. А теперь идем в приложение Galaxy VARable и проверяем, появился ли там наш новый циферблат в загрузках. Как видите, он появился. Вот он. Давайте попробуем установить его на часы. И все, никаких проблем. Новый циферблат установлен. Вы можете их устанавливать сколько угодно, хоть целую кучу, вот таким вот способом. Достаточно несложным. Кстати, чуть не забыл, когда завершите установку циферблатов, того количества, которое вам нужно, необходимо написать вот эту команду, то есть отключиться от часов. ADB Disconnect. И нажать Enter. После чего от часов вы отключитесь. Ну, а чтобы вас не беспокоил режим разработчика и включенная отладка по ADB, чтобы никто случайно к вашим часам не подключился, ничего здесь не наворочил, просто-напросто сделайте обратную инструкцию, как я говорил в начале. Заходите в версию ПО, несколько раз нажимаете, режим разработчика отключится. Вот и все. Или же просто отключите отладку по ADB в режиме разработчика. Ну что, ребята, вот такая вот инструкция. По Galaxy Watch 4 у меня получилось. Так что минимальное количество циферблатов нас не будет пугать, если мы проделаем вот такой вот ряд шагов. Циферблаты в интернете можно найти сколько угодно. Я на 4 PDA сайте на форуме нашел кучу циферблатов просто. На любой вкус и цвет. В Google Play, конечно же, столько мы не найдем. Плюс они там все платные, плюс, соответственно, санкции. Мы не сможем установить их на наши часы. Ну, надеюсь, что я смог вам помочь. Всем спасибо, всего доброго.